Дорогая церковь, мне также хотелось бы поприветствовать вас словами веры Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Знаете, присядьте, сегодня эти слова звучат по всему земному шару, и некоторые, как сегодня Хор говорил, говорят просто как традиция Христос воскрес. А те, кто поверил в искупительную жертву Иисуса Христа, говорят слова веры и отвечают на эти слова, что Он воистину воскрес. Мы читаем в Евангелии от Луки 24 глава об этих событиях сказано так. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу и вместе с ними некоторые другие, но нашли камень, отваленным от гроба, и, войдя, они нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они от всем, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих, и когда они были в страхе и наклонили лица своих к земле, сказали им, что вы ищете живого между мертвыми? Его здесь нет, Он воскрес. Вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что сыну человеческому надлежит быть преданным в руки человеков, грешников, и быть распятым, и в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова Его, и возвратились от гроба, возвестили все это одиннадцати и всем прочим. То были Магдалина, Мария, Иоанна и Мария, мать Якова и другие с ним, которые сказывали о всем апостолам, и показались им слова их пустыми, и не верили им. Апостол Иоанн в своем послании в 12 главе говорит такие слова. Сколько чудес сотворил он при 37 стих 12 глава. Сколько чудес сотворил он пред ними. И они не веровали в него. Да сбудется слово Исаия, пророка Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня. Посему не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ сей ослепил глаза свои и окаменел сердце свое, да не увидит глазами и не уразумеет сердцем, да не обратится, чтобы я исцелил их. Вот такие слова. И представьте, как бы женщины приходят и возвестить радостную весть, что его нету среди мертвых, что он воскрес, и ученикам и апостолам показались их слова пустыми. И так происходит со всяким человеком порой, когда он не верит словам, которые распространяются через учеников Иисуса Христа, через церковь. И когда порой беседуешь с людьми, и они смотрят на тебя, и твои слова кажутся пустыми. Так же и происходит с нами порой, когда мы находимся в церкви, но сердце наше не в должном состоянии, и как апостол Иоанн говорит, что огрубело сердце. И порой слышатся слова, а ты их не воспринимаешь, они для тебя кажутся далекими, они для тебя кажутся пустыми. И вы знаете, в моей жизни был такой случай, когда слова Божии для меня оказались пустыми. У меня возникла такая проблема, как Иоанн говорит, надо обратиться, чтобы был исцеленный. И я увидел, что я духовно заболел. Духовно заболел. И болезнь заключалась в том, что я пришел к священнослужителю, пришел к священнослужителю, и говорю такие слова. Я опасаюсь молиться один. Он говорит, как? Ну, я говорю, ну, когда я начинаю молиться один, мне становится страшно. И такое ощущение, что мне Бог хочет наказать. Он рассмотрит на меня. Но я этими словами смотрю, он сильно удивлен. Его лицо, как бы, такое, какое в недоумении. И он первое, что делает христианин, говорит, давай помолимся. Я говорю, давай. Мы начали молиться. Помолились. Хорошо так помолились. Он говорит, легче стало? Я говорю, нет. Он смотрит на меня и говорит такие слова. Говорит, что с тобой делать? Я говорю, не знаю. Говорит, надо это, что-то делать. И вот он сидит, молчит, на меня смотрит. Я молчу, на него смотрят. И вы знаете, он посмотрит так на меня внимательно и говорит, слушай, я тебе подскажу один хороший, действенный метод. Я говорю, какой? Он говорит, тебе надо открыть Священное Писание. И надо читать слова Божие по отношению к тебе, где говорит Христос или Бог о любви. Я говорю, и все? Он говорит, все. Я говорю, хорошо, я попробую. Вы знаете, я в тот же день пришел, вечером сел, открыл Слово Божие. Это было Евангелие от Луки. Почему-то я не стал Евангелие от Иоанна читать. Обычно его говорят, это самое любвеобильное Евангелие. Но я почему-то открыл Евангелие от Луки и начал читать. И я дошел до одной притчи. Она потом на многие года стала самая любимая моя. Это притча о блудном сыне. И меня поразило там два момента. Когда сын приходит уже к отцу, кается, говорит, я согрешил перед тобой. Я в молитве также к Богу приходил, я согрешил перед тобой. И видя, что я грешен, я к нему обращался. Но вы знаете, вот этот как бы чувство сейчас, что Бог меня будет наказывать, оно не давало мне как бы такого покоя. И я с этой как бы просьбой пришелся к священнослужителю. Но меня поразило то, что Бог сделал для блудного сына. Знаете, что он сделал? Меня поразило. Он сказал своим слугам, чтобы они пригласили, они дали самую лучшую одежду. И, сняв перстень со своей руки, одел на его руку. Не знаю, для кого-то нужны были бы слова любви. Но я знал, откуда этот сын пришел. Представьте, пасет свиней. Думаете, чем он пах? Если хотел уже питаться с их, как бы, корытой. Ну, чем он пах? Ну, свиньями и пах. Я помню, у моего друга 20 или 25 свиней было. И я ему помогал навоз выкидывать, там, 6 или 7 тонн навоза скопилось, выкидывать. И я всегда знал, что если я сейчас в своей нормальной одежде зайду туда, покидаю этих 5 или 6 тонн навоза, я буду пахнуть, как этот навоз. Я одевал такую потрепанную одежду грязную. И после того обязательно бежал потом мыться в баню. И меня поразило то, что как Бог относится. В каком бы, и я понял, в каком бы состоянии я не пришел к Богу, Богу важно, Богу важно, чтобы я пришел таким, какой я есть. Не скрывал ничего, что у меня там, знаете, было или есть. А прийти, каким ты есть. И знаете, мне это так легло на сердце. И мне это помогло. Сегодня передо мной брат Даниил говорил эти слова. Послание филиппийцам, 1 глава, 8 стих. И дальше читаем такие слова. Бог свидетель, что я люблю всех любовью Иисуса Христа. Это говорил апостол Павел. И говорит дальше такие слова. И молюсь о том, чтобы любовь ваша все более и более возрастала в познании и во всяком чувстве. Чтобы познавая лучше, вы были чисты и непреткновенные в день Христов. И вот первое – это познание Бога. Порой для нас, может, когда мы находимся в недолженном состоянии, сердце наше грубо, мы можем не понимать Бога. Но Бог к нам имеет какое-то дело. И первое, что Он имеет, это когда Он воскрес. Он хочет и это воскресенье, чтобы мы в своей жизни Его ощутили. Ощутили своим сердцем, своим познанием, что Бог нас любит. Из-за того, что Он нас любит, Он и взошел на крест. И не оставив нас сиротами, потом, дав свой Божественный Дух, пришел к нам, чтобы и в нашем сердце явить эту силу воскресения. Чтобы мы не были обречены под гнетом греха, где-то своей злобы, где-то своего несовершенства. Когда, приходя к Богу, это несовершенство нам постоянно напоминает, что ты не таков. Бог приходит к нам в нашу жизнь. И Он приходит своей Божественной любовью. И Он видит нас через своего Божественного Сына Иисуса Христа. И хочет, чтобы Его Божественная любовь касалась не только нашего сердца, наших чувств, наших познаний. Чтобы мы во всей полноте уразумели Бога. Вы знаете, коснуться чувств сегодня, Данил об этом не говорил, коснуться чувств. Я помню, меня привезли в детский дом. Мне было 7 лет. И нас привезли 15 или 16 человек. Ну, что-то такое. И вот все стоят, плачут. Представьте. Вот их 14 человек, все плачут. Директор школы подходит. Ты что плачешь? Ребенок смотрит, дядька какой-то подошел. Он был здоровый такой, мужик. Еще сильнее ревет. И ко всем подходит. Я последний стоял. Я стою, не плачу. Он подходит ко мне и вопрос задает. А ты что не плачешь? Я на него что, должен плакать? Он такие слова говорит. Да, с этим мы горе, говорит, хлебнем. Не знаю, почему он так сказал. Мне трудно было, как бы, заставить плакать. Сам по себе такой был. Но, знаете, было интересно такое действие, когда было такое торжественное собрание. Приехали друзья с Девногорской. И Девногорская группа братьев пела. Я помню, стоял в проходе там за Серегой Земляновым, за Сергеем Земляновым. И когда я выглянул из-за него, я начал, не просто плакать, я начал реветь. Я, мысль у меня, Димыч, ты что делаешь? Ты что ревешь? Тебе, ну, стыдно? И такой, как бы, себя начал успокаивать. Я за Землянова спрячусь, все, перестаю плакать. Ну, какой там плакать, на взрыт прям. Я думаю, что за действие такое? Знаете, раз чуть-чуть выгляну обратно на взрыт, прям реву, плачу. Землянов хотел куда-то уйти, я его так держу. За него спрятался. Интересно. И обратно мысль такая, мысль. Ты что, вот, ну, как бы, расквасился или как-то? Успокоюсь, хочу это обратно выглянуть, обратно. Вы знаете, в послании к Ефесянам говорятся такие слова. Это третья глава послания к Ефесянам с 14 главы. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верую вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение, любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию». Вы знаете, какие потом события произошли? Просто я после того служения, я посмотрел, вы знаете, и такое ощущение, что Бог своим Духом коснулся моего сердца. И вот что было до этого момента в моей жизни, Он просто смыл. Я смотрю, мне стало легко, мне стало радостно, мне, знаете, мне захотелось служить и идти за Бога. У меня были проблемы в жизни, они померкли. И я понял, я понял, что такое божественная любовь. Вот для меня это, знаете, ну, сейчас ребенка, кто имеет родителя, спроси, тебя мама любит, он скажет, любит, а папа любит. Меня спроси, ну, в его года я сказал, а что это такое? Когда мне взрослый человек гладил по голове, я становился как ежик, я становился как ежик. Я готов был укусить руку, которая меня гладила, нежно обнимала. Я сторонился, я становился ершистый. Для меня что такое любовь? Это было что-то, знаете. И Бог, Бог, великий Бог, коснулся моего сердца. Я не хотел, я что-то не молился даже. Он просто в своей божественной любви пришел ко мне. И пришел не на уровень, знаете, разума. Не на уровень разума, когда Бог нам становится непонятным. Он пришел на уровне сердца. И когда божественная любовь коснулась моего сердца, я зарыдал. У меня работала на хладокомбинате одна женщина говорит, я вас не пойму. Я прихожу в вашу церкву, один ревет, другой смеется, третий кричит. Я говорю, когда у тебя в сердце скорбь, ты не так закричишь. Когда Бог коснулся твоего сердца, своей божественной любовью, и у тебя в сердце, вместо твоего сердца камень, ты не так заплачешь. Когда Бог приходит своим духом и утешает, радуй тебя, знаете, поневоле зарадуйся. И порой людям, людям не объяснишь это, но Бог нам дал это. Не только, знаете, чувствовать, Он дал нам понимать и познавать свою великую любовь, которая проникает в наше сердце, которая становится, которая делает нас совершенно другими людьми. Когда мы не понимаем, Он приходит. Когда нам трудно, Он приходит. Когда мы скорбим, Он приходит. Его божественная любовь, касаясь нашего сердца, касаясь нашего духа, она становится, она дает нам способность быть другими людьми. Мы преображаемся, и происходит укоренение божественной любви в нашем сердце. Мы начинаем понимать Бога, всю Его полноту, всю Его заботу о нас. Вы знаете, друзья, в Евангелии от Матфея притча от сеятеля. Вот есть там в этой притче одно место, куда сеятель сеял. И это место это каменистое. О нем говорится, что растение, когда не имеет корня, на этой почве оно вянет. И когда он пояснял эту притчу, он говорит, это Евангелие от Матфея, 13 глава, 20 стих. А посеянный на каменистых местах означает того, кто слышит слово, и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен. Когда настанет скорбь или гонение, за слово-то час соблазняется. У нас на Алтае, когда я воспитывался на Алтае, были такие гористые местности. И было такое растение, мы его называли зайчья капуста. Может кто-то встречал. И вот когда был я во втором или в третьем классе, частенько был голодным, мы эту зайчью капусту кушали. Интересное растение, я его никогда не смог вырвать с корнем. Никогда. Оно не поддавалось. И кажется, ну что там земли? Как вот здесь притче сказано, ну мало земли. Но я никогда его порой не мог вырвать с корнем. Маленькое растение, незаметное такое, но так укоренялось в этот. И вот я всегда верхушку сдернул, а остальное там оставалось. И в христианской жизни бывает порой, когда придет скорбь, придет трудность в жизни, все. Но христианин опустил руки и говорит, Бог меня не любит. И причина тому сказана, что нету корня. Нету корня. Апостол Павел говорит, чтобы верою вселиться Христу в сердца наши. Чтобы мы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина. И уразуметь превосходящее разумение, любовь к Христову, дабы нам исполниться всю полнотою Божию. И вот эта полнота приходит тогда, когда ты познаешь Бога, не только через разум, но сердце. Читая Слово Божие, молясь Духом Святым или просто обращаясь к Богу. Вы знаете, после того, когда мне вот священнослужитель говорил эти слова, я вспомнил. Я прочитал, и мне достаточно было прочитать Слово Божие один раз. Я вспомнил, как изменились мои молитвы. Я боялся молиться. Боялся молиться в темноте. Боялся оставаться один на один с Богом, обращаться к Нему. Но после того, когда Бог открыл свою божественную любовь, и вы знаете, я зашел как-то сюда, в дом молитвы, я здесь жил, я стал спокойно и начал говорить Богу слова, которые лежали у меня на сердце. Я не был кривчен Духом Святым. Я говорил слова от сердца, которые меня порой тяготили, которые мешали. Что-то я хотел от Бога. И я начал спокойно говорить. И вы знаете, я 10 или 15 минут промолился, и пришел в божественный мир, в мое сердце. До этого я молился так, знаете, быстро-быстро слова Богу сказать, и не слышать, что Он тебе хочет сказать. Потому что вот этот гнет, гнет, тяготел надо мной. Но когда Бог коснулся сердца, это что-то несравненное. И разумом не понимаешь. Разумом не понимаешь. Переживай эти моменты, знаете, в жизни. Они бывают редкие. Они бывают редкие. Но они настолько основательные, касаются твое сердце, что когда приходят трудности, какие-то испытания, какие-то скорби, ты вспоминая, что Бог тебя любит, ты как ту растение на плохой почве, но у тебя есть крепкий-крепкий корень. И мне сегодня хотелось бы молиться. Знаете, Бог исцеляет сердца. Что бы ни было в жизни, Бог исцеляет судьбы. И недавно все в Молчаново вспоминал, что я пришел к Богу, у меня в кармане было 47 рублей. 47 рублей. Ни родных, ни жилья, ни работы. Бог мне дал все. Я удивляюсь, как Он дает. Но Бог меня из такой пропасти вытащил. Явил такую любовь. Порой не понимал, не осознавал. Но это делает великий Бог, который сегодня живой, который воскрес для нашего оправдания, для того, чтобы наши жизни менять, наши судьбы менять, наши сердца менять. И это меняет Он для того, чтобы мы сегодня полноту Бога понимали, что Он сделал для нас. Зайдя на крест, пострадав, потом воскреснув, явившись для нас, для нашего оправдания, порой мы себя не можем, знаете, в землю смотрим, мы не можем посмотреть на Бога. А Бог нам приходит оправдывающий. Бог приходит нам любящий, для того, чтобы мы укоренялись Его божественной любви, познавая Его, радуясь в Нем, служа Ему. И об этом говорили другим людям, чтобы слова были не пустые, а говорили, смотри, что в моей жизни совершил Господь Бог. Слава! Мы помолимся Ему. Аминь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!